Это вот все наше знакомство началось с Ширкового Погоста. Когда мы приехали, там деревянный церковь есть, вся заросшая, вся полностью заросшая. Висит такой огромный замок, и рядом находится дом, достаточно хороший дом. Спросили, кто это. Хорошая дачная, сайт джип там, иностранный. Чей-то дом на берегу озера, где охранная зона бывшего работника или руководителя охраны памятника в Творской области. Нормально? Вот тут, вот уже как бы по прошествии пяти лет уже терпение закончилось. Второе, все это является памятниками архитектурного наследия, и это усложняет работу. Будь то речной вокзал города Твери, будь то дом офицеров. И когда вы знаете, вы говорите, там был ресторан. Я сам не мог понять, а как вот охрана памятников может запустить людей в историческое здание, которые там разбили стены, сделали перепланировку, там изменили фасады, например, прикрутили какую-то там иллюминацию, вентиляцию. И мы когда спрашиваем охрана памятников, а куда вы смотрите, как вы так могли сделать из такого здания, дворянского собрания, забегаловку, где все, значит, все переделано. Да, хороший ресторан, хорошего качества, вопросов нету, хорошая точка. А как вы могли это согласовать? Тогда возникает вопрос, почему изуродовать можно, а восстановить нельзя? Надо более активно заниматься восстановлением памятников, надо более активно заниматься монетизацией культуры, о чем мы сейчас, собственно, и сказали. Это музеи, это выставки, это пространство под музеи фотографии, под музеи кино. Поэтому мы всех приглашаем к сотрудничеству. Буквально несколько дней назад, по-моему, в понедельник у нас было совещание в Москве, но чтобы побыстрее вернуться, воспользовался с Апсаном. Слушайте, ну, такое сильное, что действительно все замерло. Как мы там повесили в переходе фотографии, решили показать, что такое Торская область для тех, кто по этому переходу ходит. И, слушайте, прошел такой же запах, я знаю, здесь, может быть, не для прессы, из туалетов там в зале. Но, в общем, очень сильно расстроился, что все, так сказать, было запущено, все было сделано. Но, к сожалению, руководство, локальное руководство вокзала, очевидно, должно обратить существенное внимание на то, что там происходит. Потому что никаких позитивных изменений не обнаружено. Поэтому, наверное, все-таки совместно с РЖД придется сделать кадровые выводы в том числе. Что касается общего проектирования, то проектирование моста пешеходного, современного, который объединит за линией микрорайон территорию Николаевского вокзала, и площадь у нас продолжается. Активная фаза намечена на 2023 год. Ну, скорее всего, я думаю, при наличии бюджетных возможностей, идем на 2022 год. И обустройство этой территории перед вокзалом, конечно, оно является ключевым, потому что это ворота в город. И недостаточно нам только сделать фото зону, добро пожаловать, там елку нарядить. Мы понимаем, что действительно, как люди приезжают, как они выходят, что они видят, то, собственно, у них остается в памяти, и воспринимают, что такое город Твери, Тверская область. Поэтому работа идет, и надеюсь, что мы уже в 2022 году представим полный согласованный концепт этой площади и инфраструктуру транспортно-пересадочного узла, железнодорожный, автомобильный сегмент, плюс трамвай, соответственно, на площади железнодорожного вокзала в городе Твери. Задача очень, я согласен, непростая, и централизация работы скорой медицинской помощи встречает много препятствий. Например, сейчас, когда вводится система оценки качества оказания медицинской помощи, часть врачей просто заявляет, что они не хотят работать. Они так раньше были предоставлены сами себе. Это действительно имеет место. Это очень сильно, наверное, нас удивило, когда мы, не хочу просто называть, в одном муниципалитете приехали посмотреть, как работает станция скорой помощи. Они говорят, а мы хотим уволиться, нам неинтересно больше работать. Мы спрашиваем, почему, мы можем повысить зарплату, мы говорим, ну как же, вы теперь за вами будете следить, куда мы уехали, куда мы поехали, где мы были на обеде, как мы используем машину, конечно, машину служебную, как можно не следить за машиной скорой медицинской помощи, которая находится на дежурстве. Поэтому вот этот режим работы в муниципалитетах, когда можно было поехать, можно было попозже поехать, можно было перед выездом заехать на обед, потом уже поехать на вызов, вот это, конечно, сегодня приводится в соответствие. Конечно, это требует уже более серьезной системы мотивации, чтобы врачи понимали, и работники скорой медицинской помощи понимали, за что они работают. Ну, здесь, конечно, и с нашей стороны недоработки, может быть, не так высока динамика изменений, как бы хотелось, но я уверен, что эта работа даст общие положительные результаты. Но сегодня, говоря о повторных вызовах или несоблюдении нормативов, у нас это все теперь зафиксировано в базе, и мы каждый случай видим и разбираем с участием министров и замок сайта правительства Тверской области, кто курирует данное направление. Лучшим подарком на сегодняшний день это было бы устойчивое энергоснабжение нашего региона. Это пожелание компании «Мороскоцентры» от нас. Потому что сегодня это действительно такая проблема, которая, если говорить, в текущем режиме операционного создает много головной боли, и мы очень активно практически в круглосуточном режиме работаем по этому направлению. У нас каждые три часа проходит штаб. Просто, может, где-то не так афишируется. У нас количество отключений достигает 12-15 районов на территории региона сейчас. И они, конечно, стараются, «Мороскоцентры» молодцы, но представьте состояние этих людей, которые сейчас сидят в холоде, и у них там 3, 4, 5 часов или 6 часов нет света. И поэтому, когда думаешь об этих людях, и на штабе мы смотрим очень внимательно, этим занимаются Арсен Рафикович Григориан, Александр Иванович Цветков и компания «Мороскоцентры», то я думаю, что именно в сегодняшний период времени, именно в конце декабря 2021 года, я хотел бы пожелать всем, чтобы у нас на территории было всё хорошо, чтобы наши люди встретили Новый год с электричеством, со светом, потому что всё-таки все компании, как раз мы сейчас возвращаемся к теме и коммунальных активов, и всё остальное, что все компании, когда они там строят планы, когда они там просят тариф, они должны понимать, что есть ещё нормальная жизнь, нормальных людей, и если в деревне проживает даже 5 человек или 6, то всё равно люди, это наши граждане, которые должны иметь электричество, и которые должны иметь такое же качество проживания, как, собственно, и люди, живущие в городе Твери, или в городе Москве, или в городе Санкт-Петербург.